Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. 10 июня в Москве стартует автопробег ретроавтомобилей. Кататься ретроавтомобилей по нашей большой стране будут в течение месяца практически доедут через Благовещенск до самого Владивостока. Как это будет и можно ли в нем поучаствовать, самое главное. Сегодня поговорим с региональными координаторами автопробега ретроавтомобилей Романом Шубановым, а также Юрием Паскребышем. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Поздравляю вас с таким серьезным проектом, который и до нас докатился буквально, да? Это впервые вообще или нет? Проводится такой автопробег? Ну, на моей практике впервые что-то подобное. Попыток не было? Что-то подобное я видел в исполнении ретболовских гологонщиков. Автомобильные, да, впервые. Ну, тем более, когда дело касается ретроавтомобилей, такого точно не было. Честно, я вроде человек не настолько следующий, но даже мне понятно. Ретроавтомобили какого года? Ну, это старше 30 лет, ну, может, 91-го года, да? Старше 30 лет? Old time. Ну, как они могут месяц ехать? Они же все равно неизбежно будут где-то тормозить свои заполомок. Средняя скорость 60-70, в крайнем случае, километров в час. Огромные перегоны, особенно на Амурской области. Ну, действительно, это расстояние огромное. Сколько они километров проедут? Ну, это больше 10, ну, где-то 10 тысяч. Около 10. Мне кажется, не все эти автомобили за всю жизнь, да, такой километраж накатывали, да? Клановые потери предусмотрены. То есть это возможно, да? Ну, а вообще идея изначально чья? Ну, идея изначально, это Сергей Вавилов, да, организатор и председатель региональной общественной организации автомобильного спорта Амурской области, это Ветров Анатолий Валерьевич. Ну, они обговаривали этот момент, да, ну, то есть и высшее руководство их, и с Москвы, и с музеями, да, то есть это обсуждалось. Здесь именно Благовещенский, вот как наша организация выступает, да, в поддержку, да, этого мероприятия, вот. Ну, и как бы там уже давно это была встреча здесь недавно, да, и все эти моменты проговаривались, вот. В принципе, им понравился город Благовещенск. Поэтому на одной из точек Благовещенск, да? Вот гостеприимный город оказался для москвичей, они очень заинтересовались. Ну, мы стараемся здесь заякорить в регионе на несколько дней. Ну, действительно, можно было по-разному маршрут поставить, да? Получается, перегоны огромные, самое большое расстояние в мире между двумя административными центрами, это Читай и Благовещенск. Поэтому, когда ты будешь ехать, тебе все равно где-то надо будет останавливаться. Одно из ключевых будет точек, это прииск Соловьевский, общественное прииск Соловьевский. Наверное, наши самые гостеприимные золотодобытчики, они будут принимать, и потом будет большой-большой перегон до Благовещенская. Очень непростой, сот километров в группу. Ваша задача, как координатор, как раз договориться со всеми вот этими пунктами, организовать, да, все. Да, ждать, принять, расположить, и там уже показать все, и весь этот пробег анонсировать. Автофедерация отвечает за то, чтобы все в физическом смысле доехали, а я отвечаю за то, чтобы было людям комфортно, не скучно, чтобы интересно, чтобы область запомнилась чем-то, и за связку тут общего организационного. Вот смотрите, это ретроавтомобили, поэтому если даже что-то будет ломаться, вот так быстро, легко детали найти, я так понимаю, не получится, да? Ну, техническая часть, то есть есть пилот-штурман, да, они в рамках ПДД едут, естественно, соблюдают скоростной режим. Это соревнования. Да, это соревнования, да, имеют свое место в рамках ПДД, ГЛОНАСС, отслеживаются, ну, как бы, да, маршрут. И дело в том, что автомобили, они же укомплектовываются, есть технические, да, автомобили, которые сопровождают, если вдруг какая-то поломка, ну, все же с собой взять невозможно, естественно. Естественно, в этой ситуации особенно. Да, разные автомобили, это от советских и других автомобилей. И, в общем, как бы люди настроены на то, что подготовить автомобиль изначально, да, это как все готовятся, там, все проверить, все узлы, агрегаты. И, ну, что у нас в дороге? Запаска, самое главное, машины, чтобы не подвели. А так, как говорится… В крайнем случае, дотащим. Дотащим, да. Тем более, ну, как автомобильная, да, организация, мы именно помогаем сервисами, если вдруг что-то, да, то есть мы и поорганизовываем эти моменты все. Российские беды по-прежнему вот эти вот самые, которые были раньше актуальны, то есть в дороге у нас, конечно, то еще приключение. Кстати, наш участок автодороги Федеральный Амур, он, наоборот, считается… Хороший. Один из лучших, да? И его любят, потому что трафик не такой большой, не такой плотный и довольно комфортно ехать. И плюс сейчас у нас с Министерством экономического развития разрабатывается как раз туристская вся навигация по вот этому большому пути, да, работа идет со всеми точками общепита, элементарно, вплоть до туалетов. То есть даже областью программа принята по развитию дорожной инфраструктуры. Ну и, соответственно, мы сейчас откатываем, приезжаем, ищем такие точки интересные, которые можно потом представить всем путешественникам, как точки, где можно поесть, где можно поспать, где можно помыться. То есть приходится свою какую-то карту составлять. Комфортная, да, то есть это дальняя дорога, и она должна быть комфортной в первую очередь, чтобы не было такого, ты остановился, и все. Слушайте, какая полезная информация, кстати. Вы потом собираетесь ее как-то ей делиться, потому что действительно это хорошо. Мы только вчера вернулись с поездки, как раз тестировали на себя. Ну как впечатление, вот тем более, сами прокатились. Мне нравится, у нас не хватает, много чего не хватает, но у нас и предприниматели активные, которые готовы, собственно говоря, и деньги вкладывать, и область, слава богу, также в этом процессе участвуют. Ну и проект широка, страна наша родная, да, большая. И тем самым это не просто пробег, да, автоспорт ради пробега. Это показать, что Россия не ограничивается Москвой. То есть у нас, да, 10 тысяч километров, и они будут, маршрут у них построен, они будут заезжать, разговаривать в селы, там деревеньки какие, да, вся эта инфраструктура, все эти кафе, все, то есть показать, что другие люди тоже могут принимать участие. То есть они могут также сесть, там, две-три машинки и спокойно туристический путь свой проложить и прокатиться до Владивостока с той же Москвы. То есть вот как-то так. Вот про других людей. Сейчас нас все послушали внимательно, и, возможно, появились те, кто хочет тоже поучаствовать в автопробеге. Это реально вообще? Да, могут присоединиться без проблем. Начиная с границы, с Амурской области. То есть они могут подключиться здесь. То есть не обязательно для этого в Москву? Нет. Очень хорошо. То есть по пути следования, да, они подключаются. Политика открытости именно самого ралли. Да, подача заявки, все это оформляется спокойно, все. И ты как полноценный участник пробега в рамках территории, на которой будет, да, то есть спокойно можешь участвовать, принимать участие в ралли. А можно как-то и дольше вообще? Ты можешь сам выбирать, какой маршрут ты проедешь вместе с авторалли? Ты можешь присоединиться, но уже надо с организаторами договариваться. Самаршрут уже в рамках, да. А вообще сколько ожидаете участников? Ну вот хотя бы 20-25 экипажей планировалось. Сейчас мы посмотрим, сколько в реальности. То есть заявки еще до какого времени будут подаваться? В течение месяца, до конца мая, насколько я знаю, они попытаются. Вчера вот мы списывались как раз с ними, 10 июля они выезжают, ориентировочно на границе с Амурской областью 30 июля. Мы их подхватываем и начинаем сопровождать. То есть время вот есть еще. Да, плюс спасибо нашей области, она настолько большая и протяженная, что мы их так или иначе захватываем здесь дня два на три. И у нас все путешественники останавливаются в Амурской области больше, чем в других регионах. Тем более у нас есть космодром, есть золото. Есть что показать. А они будут в рамках пребывания, в том числе какие-то экскурсии посещать? Да, все подготовлено. Мы просто так никого не выпускаем. Вообще есть тут какой-то соревновательный элемент по-настоящему? Да, ну конечно, они же... Но они что-то и останавливаются, экскурсия. А как высчитывается? Все в рамках, то есть у них есть маршрут, построенный по времени. То есть определенное время, с которым они должны двигаться. Штрафные баллы. Да, штрафные баллы там, да. За что, например? Ну если, допустим, превышение скоростного режима, там не вовремя приехало. То есть это не обязательно взять из точки А в точку Б прилететь, чем быстрее, тем лучше. Тут наоборот, тут нужно соблюдать все скоростные режимы. В некоторых пунктах, как говорится, якоряться, а у нас чекпоинт, то есть отметиться, что ты прибыл, там все нормально. То есть дисциплинируют вообще. Победит самый опытный родитель. Да, который не нарушит, и при этом вовремя самое главное. Да, который сможет. Ну что ж, вам удачи, правда, в организации такого большого мероприятия. Будем надеяться, что это только такой первый. Первый. Потому что целью еще есть, одна из целей, это ралли Москва-Пекин. Вот это вот действительно будет крайне интересно. А наш мост без него никак. Без него никак. Ну что ж, спасибо вам большое. Удачи в организации мероприятия. Будем обязательно следить за пробегом. Спасибо. Напоминаю, что сегодня с гостями был Роман Шибанов и Юрий Поскребышев, региональные координаторы автопробега ретроавтомобилей. Вы смотрели в центре. Внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова